Уважаемые коллеги, мы проводим пленарное заседание нашей традиционной конференции «Модерн. Человек и культура». И для открытия пленарного заседания, актового выступления, слово предоставляется ректору Русской Христианской Гуманитарной Академии имени Фёдора Михайловича Достоевского, доктору философских наук, профессору Дмитрию Кирилловичу Богатырёву, советская система образования, предпосылки, динамика и влияние на современность. Добрый день, уважаемые коллеги. Решите поприветствовать вас на пленарном заседании, подытоживающем многочисленные секции, которые идут. И, как видите, в целом наша конференция посвящена 100-летнему юбилею. Со дня образования Советского Союза уже прошло 30 лет со дня распада этой системы, этой цивилизации своеобразной, ну или этапа в развитии русской цивилизации. И можно посмотреть уже, так сказать, с определенной дистанции, что мы потеряли, что мы приобрели. И наше пленарное заседание будет состоять из двух частей. Ну, потом еще часть, это уже отдельно посвященная Достоевскому в 17 часов, да, коллеги. А вот одна часть будет посвящена, вот мой доклад, образование. Ну, а другая часть тоже мы расскажем об итогах, о некоторых итогах двух проектов, которые были поддержаны Российским фондом фундаментальных исследований, к сожалению, уже не функционирующим. Проект, посвященный ленинизму как основанию советской диократии, и проект, посвященный позднему и послевоенному СССР, но это другая тема. Вот. Доклад мой называется «Советское образование. Истоки, факторы успешности, ограничители и постсоветские реформы». Ну, и результат. Вам предполагается, что будут четыре такие смысловые блока раскрыты внутри данного доклада. Общий такой теоретический, короткий роль образования в культуре. Что это такое? «Истоки» советского образования. Здесь пойдет речь об образовании в Российской империи. «Факторы успешности и ограничители советского образования». Здесь вот там будет, собственно говоря, речь о том, что мы строили, строили и, наконец, построили. Ну, результаты какие там, посмотрим. Ну, и вот четвертая часть, она будет посвящена современности. Она называется «развалы реформы», в кавычках. Ну, в целом, я буквально многократно это говорил, написано в моих книгах, что образование выполняет функции в культурно-историческом организме, функции детородной системы, репродуктивной. То есть система культурная, цивилизационная воспроизводит себя, не как биологическая, а как культурная, именно через систему образования. Ну, вы сами понимаете, что если, например, у людей в семье проблемы вот с детородными, с детородной системой, то может детей просто не быть, да, или они будут какими-то, ну, не совсем такими. Ну, понимаете, что, конечно, эта аналогия, которую я провожу, или метафора, она носит такой символический характер. Мы это понимаем. Ну, я сторонник в том числе не только формационной концепции культуры, но и организмической тоже. В этом плане мне вот близки тут воззрение и Шпенглера, и Николая Яковлевича Данилевского, юбилей которого вот в этом году мы также отмечаем. Соответственно, вот такова функция. Давайте посмотрим, что представляло собой образование в Российской империи. Не всю историю, но вот те результаты, которым подошла империя к началу 20 века. И, конечно, мы сейчас понимаем, что, ну, в определенном смысле, мы жили в таком, в плену неких, так, идеологических мифов, штампов. Ну, например, в советское время, хотя советское образование прекрасным было, лучше его не было пока в истории нашей страны. Но, тем не менее, надо как-то было, ну, принизить значение того, показать, как много мы сделали и так далее и тому подобное. Ну, и современно, если мы берем либеральный дискурс, тоже, в общем, не то, не сё, не пятое, не десятое. Это все не так на самом деле. Я занимался историей российского образования. Ну, и, в принципе, вы тоже, наверное, в курсе. Что я хочу сказать. К началу 20 века российское образование было дифференцированным по уровням и по методологии построения этих уровней. Университеты, институты, там, коммерческие и так далее, гимназии, ремесленные училища, земские, сельские, церковно-приходские школы. Дошкольного уровня не было. Мне он, по крайней мере, неизвестен. Причём для этих различных уровней реализации образовательных программ были свои методологические установки. Мы имеем, конечно, по качеству оно не было однородным. Бесспорно, мы имели образование европейского уровня в наших ведущих университетах. Это, собственно говоря, все отмечают. Мне трудно говорить о коммерческих институтах или вот то, что потом стало институтами всякими. Не могу оценить уровни этого образования. Знаю, что образование в гимназиях было очень хорошего тоже уровня. Ремесленные училища тоже существовали. Ну, не могу оценить опять-таки их уровни, очевидно. Что можно ещё сказать? Что земские, сельские, церковно-приходские школы тоже свою функцию выполняли. Явно незаслуженным является забвение той деятельности, которую провёл Константин Петрович Победоносцев по организации обучения в церковно-приходских школах. Ну, понятно, что он был реакционер, воспитывал двух императоров, поэтому мы, конечно, не могли не обгадить его работу. Но это было образование неплохим по качеству. Просто я вот от своих предков знаю, что мама рассказывала, что её отец, он закончил церковно-приходскую школу. Говорю, он помогал мне решать задачи по химии и физике в 7-8 классе. Вот у него было такое образование, да, у старого большевика, там с 19-го года он был в партии или сколько-то. Ему хватало вот этой церковно-приходской школы, оно было хорошо организовано. То есть всё было более-менее. Ну, дошкольного уровня, может быть, не было нужды в нём такого, потому что женщина, в общем, не была вовлечена так в оборот трудовых ресурсов, как это после индустриализации произошло в 20-м веке. Что мы можем ещё сказать? Оно было явно количественно недостаточно, российское имперское образование. То есть, ну, мало было. Было мало. Нужно было расширять. Расширение – это шло. Это шло. Но вот если мы берём начало буквально века, то всё-таки этого недостаточно было, хотя темп был неплохим. Нельзя сказать, что оно было идеологически монолитным. Ну, Триада известная, вот эта Уваровская, вроде бы действовала. Ну, насколько это была эффективная идеология, насколько заставляли её исполнять, вряд ли, мы можем так сказать. Если вы вспомните книгу Лева Брамовича «Кассели кондуит» и «Швамбрания», то, ну, может быть, он преувеличивал, как там в Одессе к этим всем относились и к закону Божьему и так далее. Тем не менее, ну, много и других свидетельств того, что идеология не работала так, как она могла бы работать. Ещё на что бы я хотел обратить внимание. Истоки русского образования всё-таки мы подвержены влиянием. Российская культура, ну, не автохтонна. Она, ну, все подвержены, мы тоже. Но это хорошие были влияния в части фундаментальности. Первым влиянием, конечно, можно назвать византийское. Может быть, мы не получили такую, ну, дифференцированную уж очень систему, но сам по себе вот этот подход, который мы от восточного христианства унаследовали, он способствует скорее глубине. И второе влияние – это Германия, Гумбольдовский университет. Именно на систему образования. Ну, понятно, что французы тоже, но это скорее на политический дискурс там было. Если мы берём университетскую систему, то наша, она похожа на немецкую, на старую немецкую. Современную. Я считаю, что это хорошие факторы. Что можно сказать? Вот такие вот предпосылки у нас были. Что было в СССР? Во-первых, я хочу зафиксировать факт бесспорной успешности советского образования. Ну, среди нас есть люди, которые учились в СССР. Мы помним это. Я приведу известные слова известного человека, который отнюдь не являлся никогда другом СССР. Это Джон Кеннеди. Что Советский Союз выиграл космическую гонку за школьной партой. Советское образование лучшее в мире. Надо признать, что реформы, которые провёл сам Кеннеди, вернее, либерал из его правительства в американском образовании, они ничего хорошего, в общем, американской средней государственной школе не дали. Снялись барьеры сеградационные, и народ, так сказать, хороший и разный ринулся в школы. И американцы ведь тоже были читающие нации. А потом вот свобода, как вседозволенность, до добра не доводит. Защита прав и так далее. Поехала, поехала. Нельзя наказывать. Вот мы это знаем, все эти разговоры, что оценки это, плохие оценки, они деструкцию такую, травму, фрустранцию наносят человеку и так далее. Ну, по себе тоже могу сказать. Я вот когда начал мы, ну, наша группа энтузиастов создавать высшие гуманитарные курсы, которые потом в Академию переросли, мы думали, что мы будем исправлять ошибки советской школы. Что вот советская школа не додала, а вот мы теперь додадим. Ну, дай бог бы нам сейчас иметь вот эту старую советскую школу, чтобы мы так учились. Я думаю, что можно сказать, что в основном было все сохранено. Ну, почти все было сохранено. Оно было дополнено, дополнено в СССР. Расширено, кое-что отстроено совершенно заново. Это вот в частности дошкольный уровень. И качественно изменено. То есть мы видим как количественный рост, так и качественные изменения в развитии советской системы образования. И практически все точки роста использованы. Практически все точки роста использованы. Ну, можно сказать, что вот ликвидированы церковно-приходские школы, как вообще, это вот следующая тема, как вообще была борьба с религией и так далее и тому подобное. Давайте теперь посмотрим о качественных показателях, о качественных факторах роста. Первый фактор, ну, они связаны, скажем так, с той философией, с той идеологией, которая закладывалась внутрь советского образования. Перефразируя Кристофера Коукера, который говорил, что США – это проект эпохи просвещения. Кстати, отмечал, что он находится на излете. Скажу, что СССР – это тоже, бесспорно, проект эпохи просвещения. Интеллигенция, которая все обработана, получила возможность, правда, ее постреляли там, отчистили в значительной степени в революцию, в гражданскую, ну, советской интеллигенции. Проект эпохи просвещения. В грубой форме, если это сказать, в грубой, да, в стиле Дени Дидро там. Сносим церкви, церкви сносились. Но строим школы и детские сады. Да, не бордейли, не казино, а школы строим, детские сады. В дворцы, которые экспроприировали у аристократии российской, не банки вселялись, а высшие учебные заведения. Просвещение. В чем смысл просвещения? Вспомним слова Эммануила Канта «Умей пользоваться собственным рассудком». Просвещение предполагает, что мы можем радикально изменить нашу жизнь к лучшему. За счет чего? За счет науки, техники. Ну, вообще разума, да, жизнь построить на основе разума. Ну, не самый плохой проект. И, конечно, СССР – это проект эпохи просвещения. Здесь вот условия того количественного роста, да, который мы наблюдали в советскую эпоху. Количественного роста системы образования. Ну, всеобщая грамотность, потом всеобщее среднее образование, потом всеобщее полное уже прибрежневое образование, что, может быть, и не нужно было делать, всех, так сказать, гнать вот в эти 10 классов. Что еще можно сказать об идеологических факторах, помимо просвещения? Духовность. Ориентация, если мы берем по классификации Макса Шеллера, я считаю, что это наилучшая классификация. Правда, там недооценены героические ценности, но это наилучшая. Классификация на ценности духовного уровня. Там три систематизирующие, три системные цены. Ну, главное – это истина, благо и красота. Правда, без религии и церкви. То есть, религиозный уровень ценностей, он не то чтобы исчез, но на место святыни подставлялось нечто другое. Да, нечто другое. Что, ну, скажем так, это человеческая духовность. Какие ценности мы вкладывали, кому мы хотели воспитать? Человек – это творец, ну, созидатель. Да, мы понимаем, конечно, в стенах христианской академии, что творится только Бог, ну, демиург, да, созидатель. Не потребитель, да, как нам говорил министр образования современной России. Что еще мы в человека вкладывали? Он – труженик. Трудиться надо. Труд в нашей стране – дело чести, дело славы, дело доблести и геройства, да. Не, как бы, вот, заработать любым путем. Трудиться надо. Это хорошо – трудиться. Труд должен радость принести и так далее, и тому подобное, да. И не нужно выставлять только вот лагеря, где там подневольный труд был. И мы понимаем, что без реального героизма первых пятилеток ничего бы не состоялось, трудового героизма. Патриот, сложился советский патриотизм, который при Сталине уже стал преемственным по отношению к российскому патриотизму, да. Мы помним, что и золотые погоны были введены, и гвардия появилась, да, вот это отрицание прошло. Конечно, этот перелом, в первую очередь, тут Великая Отечественная война сыграла свою роль. И, конечно, если бы не было советского патриотизма, мы бы не выиграли войну. То есть советский патриотизм – это факт, а транслировала его вся система образования. Это не национализм, то есть как раз человека воспитывали интернационалистом. Ну, все нации равны и так далее, и тому подобное. Какой еще должен быть человек? Он должен быть честным. Должен быть справедливым. В конце доклада я сопоставлю этот набор ценностных установок советского гуманизма с современным гуманизмом, как он проявляется в системе образования, просвещения и культурной деятельности. Образование было дифференцировано. Появились разные уровни образования, но они, собственно говоря, и были, эти разные уровни образования в Российской империи. Но дифференцированность не только количественная, скажем так, структурная, но и качественная. То есть мы понимали, что… Вот есть, например, Московский университет, и он должен фундаментальной наукой заниматься, и не нужны туда технологии, которые в каком-нибудь там в Тираспольском пединституте. Не надо это в Московский университет. И точно так же и в каком-нибудь Кишиневском сельхозинституте. Ну, не нужно туда загружать слишком что-то такое фундаментальное. То есть методологии были разные. Поскольку была необходимость методологии построения образования разных уровней, они были специфичными, и поскольку проводилась индустриализация, соответственно, возникло огромное число специализированных вузов, ну, аграрные там, всякие технические и так далее. Ну, как мы знаем, значительная часть их подсократилась. Вот оптимизирована. Она была оптимизирована в нулевые годы. То есть количественная и качественная дифференцированность. На что еще я хотел бы обратить внимание. Фундаментальность. Конечно, мы не берем систему среднего профессионального образования, которая изначально нацелена на прикладной, на практику какую-то. Ну, совсем не обязательно этому сварщику знать, как работает этот сварочный аппарат. Он варить должен хорошо, точно так же и сантехнику. Не надо там фундаментальные законы физики, почему там вода-то как-то бежит. Я немножко о другой фундаментальности. Ну, в высшем образовании понятно. Советское образование в ведущих столичных университетах или институтах, таких как физтех, например, они институтами назывались, или имени Баумана, оно было фундаментально. То есть, ну, здесь ничего не скажешь. Но и общее наше образование, школа, тоже, если человек не уходил после там какого-то седьмого, шестого, восьмого класса в ПТУ или в какое-то ремесленное там училище, оно тоже было фундаментальным. Что здесь я понимаю? В первую очередь задача научить человека думать, какие предметы в средней школе были основополагающими. Физика, математика, русский язык, литература, ну, история тоже еще. Это основополагающий предмет. Спрашивается, мы знаем сейчас, что наши вузы ленинградские, петербургские не могут набрать на технические специальности абитуриентов только за счет Питера. Без иногородних не было бы наборов. Почему люди не записываются на ЕГЭ по физике и математике? Не записываются. Не надо это. Ну, конечно, изучать гендерное равноправие интереснее, чем математику. Мы можем спросить, зачем? Зачем изучать физику и математику? Я вот сейчас не очень помню там все эти теоремы и тоже физику. Это умение мыслить. Умение мыслить. Причем математика в большей степени формальные навыки тренирует для мышления. Физика работает с материалом. Ну, скажем так, материальные, да, работают с материей. Умение решать задачи, доказывать, обосновывать, аргументировать. Интересно, я вот помню, что смотрю на своих одноклассников, сейчас 40 лет как. Все очень хорошо устроились в бизнесе где-то, в какое-то там мероприятие, у кого были двойки по физике и математике. Это что называется, то, что Кант называет теоретическим разумом, когда мы работаем с объектами, физическими объектами или идеальными объектами. Но Кант еще выделял другой уровень мышления. Это называется практическим разумом. То есть то, где мы выбираем между добром и злом, определяем, что такое хорошо, что такое плохо, что прекрасно, а что безобразно. Ну, это вещи похожие. Это практический разум. Здесь огромную роль играл курс по русской литературе. И наличие русской литературы классической, которую изучали все, и мы писали и сочинения, мы знаем изложения, но отчасти восполнило отсутствие прямого религиозного давления, прямого религиозного обучения в советских школах. Потому что русская классическая литература, особенно дореволюционная, хотя и там тоже есть, она вся христианская, в основном христианская по своим ценностным установкам. Она несет заряд нравственности. И неспроста Томас Манн, такой этот афоризм его известный, он сказал, святая русская литература. Ну, какой бы ни был интересный писатель Анареды Бальзак, блестящий, но назвать его учителем нравственности сложно, хотя некоторые, тем более Эмилия Золя, например, хотя некоторые уроки, конечно, из Бальзака можно извлечь, но это, конечно, совсем не то, что Чехов или Достоевский. Вот это было выбито. Ну, сейчас тогда это было. Потом, на что еще я хочу обратить ваше внимание, государство в определенном смысле принуждало своих граждан к образованию. Ну, еще Петр Великий это делал, да, принуждало. Нас заставляли вот это вот изучать, нас заставляли читать, писать сочинения. Свободу, в общем, нарушали. И права ребенка бы нарушались, в общем, заставляли Толстого читать, нарушители, в общем, советские были такие вот. И я выскажу такую гипотезу, доказывать сейчас ее нет возможности, что произведение, которое создано гением, оказывает влияние не только на сознательные слова и нашего мышления, но на бессознательное. То есть, приобщение к творчеству, например, Лермонтова или Достоевского, даже если мы тогда не понимали, о чем идет речь, слова эти все равно падали куда-то в желудок нашего мышления, и там они перевариваются всю жизнь. И, как написано в Евангелии, семя падает в землю, и никто не видит, как оно растет. Так же происходит и со словами, особенно с теми словами, которые принадлежат гениальным писателям. Что еще надо заметить по поводу значения русского языка и русской литературы? Язык – это тоже, изучение языка – это тоже средство формирования мышления. Вот тут уже звучало имя Гумбольта, Гумбольтовский университет. Он, как никто другой, показал, что мышление не осуществляется, как писал Гегель, в абстрактной стихии чистой мысли. Оно теснейшим образом связано с языком. Мы думаем по-русски. Мы думаем по-русски. Язык и мышление – это неразрывно связанные вещи. Даже другой немецкий философ Хайдеггер даже так выразительно сказал «дом бытия». Бытие живет в языке. А где живет национальный язык? Он живет не только на улицах и дворах. Он живет, в первую очередь, в произведениях классиков. Поэтому, если мы отсекаем классическую русскую литературу, наш язык становится все более и более бедным, все более примитивным. Значит, и навыки нашего мышления тоже становятся все более примитивными. Были такие ужасные пытки в советской школе, как изложения и сочинения. Зачем они, собственно говоря? Ну, прочитал и прочитал. Давайте посмотрим философски на этот вопрос. Это ведь тоже навыки мысли. Какие навыки мысли? Синтез. Как говорил Макс Ландау, что дифференцировать можно научить и лошадь. А вот интегрировать не всякий студент физтеха научается к пятому курсу. Сочинение – это синтетическая функция мышления. И причем, если мы пишем сочинение по литературе, мы работаем не просто с какими-то константами математическими, за которыми неизвестно, что стоит за корнем из минус единиц, что стоит за числом π, мы не знаем, какое там номинальное содержание. А если мы работаем, например, с образами, которые создал Толстой или Чехов, то мы знаем, какое там содержание стоит. Вот я думаю, что в результате всей вот этой вот системы у нас и сложилось такое очень приличное образование в России. Ну, нельзя не сказать о факторе, который являлся как позитивным, так и ограничителем. Это марксистско-ленинская идеология. Ну и обычно мы говорим, что вот, тут все нас замучили, все это и так далее. Но давайте посмотрим, что за Марксом стоит Гегель. Его учение об формациях. Он автор формационной схемы истории. В его формациях, вот этот древний мир, потом там, ну, по-другому их можно назвать. Все формы культурной жизни, философия, право, искусство, они дополняют друг друга. Поэтому, когда Луначарский или Горький говорили, что человеком, личностью можно стать через усвоение всего опыта, да, лучшего, что было в мировой культуре. Ну, без Бога, конечно, да, без церкви, без Бога. Ну, все, они фактически Гегеля повторяют в данном случае. А Гегель – это классический немецкий университет, да. То есть, вот то, что мы делаем, например, погружение в культуру, ну, в Архага, фактически, ну, такая адаптированная с помощью идеи русской религиозной философии, гегельская модель феноменологии обучения, погружения, вот, образование проходит через всю жизнь. Через усвоение опыта других культур и других поколений. В результате у нас и получилось, ну, конечно, марксизм – ограничитель. Мы понимаем, да, в частности, вот, религиозный фактор. Потом этот вот рай коммунистический, который нам обещали, обещали. Вот Никита Сергеевич Сдуру пообещал его в 80-м году уже построить. И когда наступил 80-й год, тут вроде уже как-то нету коммунизма. Ну, вот, не надо давать слишком многих обещать. Это ограничитель, бесспорно. Вот, ну, и фактор успешности, и ограничитель. Ну, так всегда в истории происходит. Ну, нельзя, не бывает такого, чтобы только вот все хорошо. И уже мы будем завершать и переходим к четвертому тогда разделу, который называется «Развал и реформы». Первое. Мы получили сейчас, в результате реформ 30-летних, мы получили недифференцированную систему образования. В каком смысле? У нас же есть уровни. Речь идет о качественной недифференцированности. Модель среднего профессионального образования предлагается как универсальная матрица для всех. Вот эти все вот компетенции, все эти измерения, это все пригодно для колледжей. Для колледжей. И заимствовано это. Конечно, из США, конечно, Англии, Франции это заимствовано. Но там она не имеет всеобщего характера. Она имеет широкий количественный характер. Она не имеет всеобщего характера. Если вы сунетесь в университеты так называемой Лиги Плюща, ничего этого не будет. Точно так же это не работает в частных школах, потому что в англо-саксонском мире элитное образование – это частное образование. Оно очень дорогим является. Это значит, что не все к нему могут приобщиться. А только те, кто уже являются членами истеблишмента, либо каким-то образом туда воткнуться, в этот истеблишмент. Ну, с одной стороны, конечно, можно попытаться дать некую объективную оценку с помощью вот этих всех измерений. АПИ, мы помним, были еще, контрольно-измерительные материалы и так далее. Измеряем, измеряем все. Но вот некоторые вещи можно измерить. Как измерить гениальность? Кто гениальнее, Лермонтов или Бродский? Можете измерить. В гуманитарных науках это вообще очень сложно. Главное, что все-таки, сколько времени у нас уходит у всех администраторов учебного процесса на составление всякой ерунды, которая на самом деле имеет крайне опосредованное отношение к повышению качества обучения. Утрата фундаментальности. Здесь можно объяснить это философски. Ну, за исключением нескольких университетов. Здесь надо отметить заслуги в первую очередь директора Московского университета Садовничева, поскольку он действительно был во главе того движения, что хотя бы элитные университеты не дать раздолбить. Но если среднее образование раздолбано, то там и в элиту уже сильно особо не идти. В целом, на философском уровне можно сказать, что победа аналитической философии надконтинентальной. Измерить все. Измерить все. Вот эти пресловутые рейтинги, вот эти цитирования и так далее и тому подобное. Измерить все. Давайте посмотрим на философский смысл. Мне кажется, это посыл ошибочный. Наверное, надо измерять, но не следует доводить все это до абсурда. Ну, какой геополитический смысл? В частности, по среднему образованию геополитический смысл системы ЕГЭ. Ну, эта система была создана изначально англичанами и французами для колоний, для того, чтобы можно было как-то что-то их там образовывать, держать в узде и одновременно отслеживать по каким-то более-менее ясным показателям наиболее одаренных людей, чтобы выдергивать их в метрополии. То есть, это мощнейший и довольно эффективный источник оттока интеллекта. Ну, пусть, например, Россия у нее хорошая, там среднее образование, пусть она готовит среднюю школу, потом бакалавров, а потом мы посмотрим, может быть, кого-то из магистров, так сказать, себе привлечь. Всех лучших привлечем в себе. То есть, можно так сказать, что за скобки выводится фундаментальность и ценностная нагруженность. Ну, что в школе происходит с обучением физики, математики, русского языка, литературы, да? Ну, представляем. Люди не могут на полторы тысячи слов или знаков написать сочинение нормально. Отключаются синтетические функции мышления, ориентация на элементарное, на аналитические функции мышления. Ну, синтез, он остается, наверное, он до кого-то должен оставаться. Дальше я бы сказал, что, воспользуясь термином Бориса Петровича Вышеславцева, игра на понижение. Ну, это банковский, ну, финансовый термин, да? Игра на понижение в иерархии ценностных модальностей, от духовных и героических ценностей, которые, ну, были все-таки базовыми в советской системе образования. И, надо сказать, и в этом советская система наследовала российскую, по крайней мере, в части героических ценностей. Точно, мы всегда культ героев, он был. Переход от этого к прагматическим и гедонистическим ценностям. Творец – потребитель. Труженик – собственник. Патриот. Космополит. Эльтранационалист. Не космополит, противополит. Западник. Приверженец ценностей, которые исповедует лучшая часть человечества, так называемый развитой мир. Ценности белого человека. Сейчас он не совсем белый уже, то ли там черный, то ли голубой, там уже сказать сложно. Честный. Что правило? Успешный. Не надуешь, не взлетишь. Справедливый? Нет. Юридически грамотный. Вместо справедливого. Можно продолжить это. Здесь мы можем в качестве фактора деградации современного российского образования, а также, конечно, систему развлечений, скажем так, указать. Но это уже отдельная тема. Вот такие вот плоды. Вот то, что мы утратили с вами, друзья, еще. Что же делать? Я аналогичный доклад в Ярославле, где мы задали вопрос, как и будет Чернышевский, что же делать. Но в первую очередь, я думаю, что нужно дать оценку реформ по их сущности. Все помалкивают. Нам необходимо признать, что путь, которым шла реформа развития или антиградация российского образования, даже при президенте Путине, потому что Фурсенко – это, что называется, его ставленник. Это ложный путь. Мы сейчас удивляемся, что никто не хочет, кстати, родину защищать или сражаться за интересы России. А у потребителя нет родины. У потребителя нет родины. Он там, где хорошо потреблять. Того нет, сего нет. Кто будет самолеты водить и подводные лодки? Ну, офицер же, он должен хотя бы, прежде чем поступить, какие-то элементарные знания по физике, математике иметь. Но всячески можно тормозить деградационные процессы, насколько это, в принципе, возможно. И, бесспорно, лучше из советского опыта. На мой взгляд, я бы просто все вот эти вот реформы, просто бы всю эту фигню отменил на самом деле. И начал бы учить нормально, как это делалось. По крайней мере, если мы берем высшую школу, второе поколение стандартов, хотя бы вот так вот. Вот на этой такой реакционной ноте, контрреволюционной, я свое выступление, посвященное советскому образованию, закончу. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, пожалуйста. Так, коллеги, вопросы, пожалуйста. Как при Леониде Ильиче Гаврежневе, бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Ну, лучшие аплодисменты – это вопросы для докладчика. Да. Профессор Бильчин. Как вы относитесь к тенденции, имеющие уже давно место на территории постсоветских республик, в частности, Украины, и получившие значительное распространение в современной России – это интенсивное введение вместо фундаментальных теоретических дисциплин гуманитарного цикла, таких мнимо аполитических проектов, как менеджер, маркетинг, философия креативности и так далее, и так далее. Они внешне имеют вполне, условно говоря, безобидный рыночный вид, но не кажется ли вам, не видите ли вы в этом не только некий рыночный жест колонии, но также и политический жест? Спасибо. Да, конечно. Это еще как продолжение оболванивания народа. Ну, колонии не должны быть думающими, не должны быть умными. Это то же самое, что вместо математики изучать гендерную проблематику или что-нибудь еще. Сильно она там поможет. Забивание мозгов на самом деле. Школу должна учить, и университет должен учить, и воспитывать, а не, скажем так, проедать разного рода гранты, которые выделены непонятно какими организациями. Так, коллеги, еще вопросы? Ну, если нет вопросов, так и хорошо. Молчание – знак согласия. Тогда будем осмыслить? Да, будем осмысливать. Спасибо за внимание. Спасибо, Дмитрий Кириллович. Очень важны вопросы, связанные с философско-культурологическим осмыслением опыта и самого феномена советского образования. Конечно, нам здесь нужно в этом смысле его еще и еще раз переосмыслить, так как это делали, скажем, немцы в отношении своих традиций в начале XIX века, из чего получилась действительно новая система образования. Здесь по итогу доклада как-то сразу вспоминается, по заключению, название знаменитой книги Василия Розанова «Сумерки просвещения». Но, как известно, в «Сумерках» вылетает сова Минервы, и мы думаем, что мы продолжим это обсуждение, и доклад Дмитрия Кирилловича станет, наверное, началом какого-то более продолжительного и систематического обсуждения этих вопросов. Спасибо.